Утро, ребятушки. Ему я на проводе. Там идет у меня дружное шкварчание в духовке, поэтому завтрак переносится сюда, в район мойки. Пришла сегодня на работу и спрашиваю своего Бориса. Ну как, прошел вчерашний день, мышь уже, желтая зона, типа мышь открытая, он говорит. Слушай, я пришел на работу, поопускал все стульчики, начал обслуживать людей в зале, как положено, потому что мы желтая зона. Тут, говорит, около 10 часов приходят люди с Макдональдса, они открываются в 11.30 и говорят, а что ты делаешь? Он говорит, как что, отслуживаю людей. Он говорит, мышь коммерческий центр, в субботу, воскресенье мы типа все на вынос. Аля говорит, я обалдел. Короче, после того, как опять подняли стульчики, народ просто перестал все это брать. Я говорю, Аля, я что-то недопоняла. С понедельника по пятницу мы зона порта. В субботу, воскресенье мы коммерческий центр. В общем, ребята, вставьте мне мозги, потому что у меня они не вставляются. Тем более мы стали желтой зоной, и мы не имеем права в субботу, воскресенье обслуживать народ за столиками. Хорошо, что у меня в это время ресторан закрыт. Я за это особо не переживаю. В субботу я отработала, что надо. Даже без столиков. Потому что у нас был и Тунис, и Марокко. В общем, в общем. А вы как хотите. На следующую субботу хочу запросить выходной день себе. Суббота, воскресенье. Имею право. Ну, посмотрим. Получится. О, муха появилась. Представляете? Холодильники гудют. Все меня зовет. Шкварка, зажарка шкварчит. Ну, сейчас я уже пойду. Надо же фокаччо. Посмаковать с утра. Забыла свой кефирчик. Придется пить. Таким маленьким стаканчиком молока. Ребята, все, собираюсь каждый день. Завтра не буду кушать фокаччо. Завтрашнего дня. Диета. Ни то, ни зя, ни это. Какой там вчера напекла дома сырничков. Та як налупылась. Та як лягла возле телевизора. В общем, вот так и живем. Сейчас покажу, чем буду кормить народ. Гамбургер Вальдостана. С прошутто и сыром. Это раз. Гамбургеры подвариваются, потом на них заплавляется. Вот такая у меня будет сегодня спек-эпанно паста. Сейчас вот это кубиками нарежу, с лучком поджарю, сливками залью и будет такой соус к пасте. И вот такой арестов. Помните, мы в пятницу готовили? Смотрите, оно еще розовое такое. Но с горячим соусом оно станет беленькое, но нарезано очень тоненько. Где капля соуса попала? Соус пахнет розмаринчиком, перчик там. Ну, все как положено. И вот такой он отарсаргуста. Три кусочка идет на порцию. Надо, кстати, взвесить. Сколько же это у меня три кусочка в варенном виде. Но сейчас для себя я взвешу. Потом у меня будет готовиться сейчас такая цветная капуста, как овощная добавка. Там у меня в духовке уже овощи стоят, сидят. Аля мне уже картошку чистит. Ну, в общем, все. Завожу свою машинку и начинаю ее працовать. Деньги, 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 сюда, 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 сюда. Точно так же готовится панно-прошутто, только с зеленым горошком добавляю еще. И панно-спек вот так. Сейчас сальцо нам даст свой вкус. Не, кастрюля мешает. Помидорная, аааа. Ааа. Паровая баня. Сегодня у меня морока в зале. Придется еще рыбные котлетки делать. Ну, что сделаешь? У них все. Чудно полночь отправляется. Полночь. В 00.30 за полночь. Так. Сейчас мы чуть-чуть его притопим. Соль, перец и сливки. На медленный огонь. Любимое блюдо итальянцев будет готово. Я думаю, по-нашему это копченая корейка, ребята. Смотрите аккуратно с солью. У меня попробовала очень соленая, поэтому я сливки солить не буду. Попробую уже соус по концу. Представляю, как марокканцем пахнет свининка прикопченная. Пахнет на весь зал, ребята. Вытяжка не включена. Все, что готовится на кухне, все запахи слышно в зале. Пусть нюхают. Свинину не едят. Хай хоть понюхают. Сейчас минут 15 на медленном огне. Загустим и все. Перчика хорошо добавлю. Жирненько, но вкусненько. Соус загустел, перчика насыпала. Вы же понимаете, в пасту идет всего одна ложка, поэтому то, что это жирненько, для пасты это в самый раз. С ложкой сыра хорошая. Так, соус у меня готов. Панкорчик тоже готов. Высыпаем. Сегодня рикотта поздновато приехала, поэтому тортик уже сам допекается в духовочке. У меня уже все готово. Сейчас полы помою. Полы грязные. В зале полно марокканцев. Я время от времени выхожу. Ребята, масочки, масочки. Сидят гвардейцы. О, приехал поставщик. У меня тут уже картошечка. Все-все мои зеленушки. Все мои помпушки. Все мои пастушки. Солнце. Все уже стоит на поготове. Уже даже плита разогретая. Еще рано. О, водичку. Водичку посолить. Забываю сюда. Бонжорно. Федико ее. Федико ее. Меняем квартиру, ребята. Переезжаем жить на первый этаж. Кто там из новеньких спрашивает, кто такой Луиджино? Луиджино это мой сосед. Так вот это я у Луиджино. Видите? Охожусь у него в квартире. Выгнала его на улицу. Говорю, иди. Иди гуляй лесом. В общем, ребятушки. Из новеньких, конечно, никто не знает, кто такой Луиджино. Это надо пересмотреть мои 2000 видео, чтобы узнать, кто это. Его жена была моей подругой. Она уже умерла 5 лет назад. Я что-то думала, все, 3 года, 3 года. Потом спрашиваю, а сколько уже Ли Ли нет? Уже 5 лет. Получается, с тех пор, как она умерла, я тут сажаю огород. Сейчас, кстати, вас выведу. Напрасно я вас сделаю. У нас в квартирах отопление выключено, потому что отопление очень дорогое. Мне он говорит, если хочешь, включай. Я, собственно говоря, хотела здесь вчера поубирать, но пришла, пробую открыть замок, а он не открывается. Я думала, он что-то, думаю, может вкладыш в замке поменял, может замок поломался или еще что-то. Я сегодня приезжаю с работы, звоню, он думал, говорю, что-то такое у меня, ключ не подходит к моей двери. Он говорит, тю, ничего не менял, все нормально, ну давай еще раз попробуем, еще раз попробовали, первый раз не открылся, на второй раз открылся. И сейчас он говорит, давай спускайся вниз, и я уйду. Я говорю, ну все, я уже бегу. Потому что, говорит, вдруг опять не откроешь. Боится, чтобы в хате порядок был. И тут все нормально, ребята. Поэтому здесь я занимаюсь уборкой, стираю ему одежду, раз в неделю, и за это получаю честно заработанные денежки. Летом я сажаю здесь огород, сейчас я вам покажу, что там на огороде, надо как раз розмаринчику для картошечки набернуть, да. Вы знаете, я у него уже давненько не убиралась. А почему не убиралась? Потому что был оранжевый уровень, и он сидел постоянно дома. Конечно, полы зашмаргани, зашмаргани, ну ему это, знаете, как-то, а мне не хочется его лишний раз тревожить, а днем я на работе, а вечером, ну в общем, как-то так. Ну в общем. В общем, он мне все равно платил, а я все равно не убирала. Вот такая хорошая, да, идемте на огород. Ветрено, неветрено, какая красота. Там вся гену, я в дымке, в сторону моря. Такой синий туман, похож на обман. Так, Луи-Дина обрезал вот этот цветок, видите, и выложил мне все на грядки. Конечно, грядки, ребята, покосила, покоробила, надо их бы подровнять. Вы думаете, я хрен выкопала? Ага. Хрен с ним, растет хрен. Вот, вот это он все срезал. Но это растение, конечно, его вот эту, вот эту часть надо вырубать, потому что здесь оно росло, только в этом палисадничке. Видите, покудово палисадничек. Вот это оно так разрастается, вот это оно так засоряет огород. Может быть. Чао, мимо. может быть, весной я его и вырежу. Лучок какой-то у меня тут прорастает. Ну, грядки, я сказала, все засыпай травой, потому что потом это будет земля, перегной. Перегной. Ой, ничего я не посеяла, даже горчицу не посеяла. Хотя горчица у меня лежит. Вот так вот работаю, суббота, воскресенье даже на огород ни разу не выскочила. То дожди шли, то еще непонятно, что. помидорята до сих пор валяются, видите, валяются шкурки с помидоров и прищепки с чужих балконов. Вот так вот. Лимона у нас как не было, так и нет. Этот лимон стоит бедный, покосанный, поклеванный. А вот у соседей розмаринчик. Мне для картошки завтра такую хорошую веточку сейчас сломаю. Ой, как бы упасть на кирпичик я стою, понимаете, и его не брышу. Вон, на каком кирпичике. Вот такая веточка розмарина нам для картошки. А вот у Анжелы, соседка, там такой красивый у нее лимон растет. Сейчас вам покажу. Видно, надо лимон с лимонами. как у нормальных людей. Вот так как мы с Луиджино. Люди не совсем нормальные, не совсем обычные. Ну, так. Поэтому у нас вот так вот все. Когда время есть, тогда смотрите, стакан красный от вина. Нет, что вот эта мраморная раковина темная, она старая, она ничем не отмывается. Я уже чем ее и хлоркой, и не хлоркой, и для мрамора, и без мрамора. Ну, ему в пофиг, а мне собственно тоже. А вот на полу сейчас, сейчас я конечно поубираю, поубираю, бабка ешка, не надо, не надо вот это над нами. Говорит мне, посмотри на дату, когда кофе заканчивается. Ему Василиса прекрасная подарила банку кофе. Я говорю, до 22-го года. Она говорит, она сказала, там воды чуть-чуть в чашечку закипятить. Я говорю, выеджи, зачем вот это морочить голову? Давай я тебе подарю электрочайник. Я, наверное, ему свой подарю, я себе куплю новый. Пусть он кофеек попивает. Я говорю, ты что будешь, вместо ламбузка теперь кофе пить? Он говорит, да, я иногда, говорит, у меня, говорит, мозги зашкаливают, я, говорит, иногда много его выпиваю. Так что надо бы приостановиться. Ну, говорю, ладно, ладно, это хорошо. Так вот, вчера у меня замок заедал, я думала ему позвонить, спросить, что там, но знаешь, что он вечера, по вечерам у своей Василисы прекрасной, и если я ему позвоню, то что это будет? Сцена ревности, а, ну, мне надо. Говорю, иди, а, ну, мне надо. Он, правильно, сделала, что не позвонила. Так что, ребятки, сейчас мы тут шухер наведем и домой отдыхать пойдем. Вот я заубиралась, ребят, разогналась, разоглалась. шесть часов вечера, не лег, бери букет, пошли домой, время пролетело, не заметила, ну, зато, усе блестит, и все спиртом пахнет, проспиртовала ему хату, насквозь. Смотрите, сколько у него лекарств, это все лекарства, полная коробочка, еще, еще вдобавочку, вот так вот, где мой букетик, розмариновый. Всем пока, ребятушки. Господи, уже и насорила. Пошли домой.